Женщина сегодня это не просто хозяйка, жена или мама. Женщина играет важную роль во всех сферах жизни общества. Она наравне с мужчинами преуспевает в бизнесе, науке, на политическом поприще. В нашем следующем репортаже мы расскажем о двух разных судьбах, двух женщинах, объединяет которых одно. Они обе 8 марта часто проводят на работе. Тяжело ли быть прекрасной, но слабой половиной общества в наш век? Узнаете из материала Надежды Неткачевой и Георгия Калинина. Генеральный директор Заословпром Жанна Беловол. За руль этого предприятия она встала в 2008 году. И с тех пор оно серьёзно продвинулось вперёд в технологическом плане. Винзавод выпускает только качественную натуральную продукцию. А всё потому, что его производят знающие и неравнодушные к своему делу люди. Залог успешной карьеры – это не только образование в престижном вузе. Чтобы достичь высот, нужно быть влюблённым в профессию, в своё дело. Как, например, Жанна Беловол. Поэтому зачастую 8 марта она проводит на работе. Хотя в этом году у неё несколько другие планы. Если говорить откровенно, то у меня дилемма – три возможности его провести. Первая, конечно, в кругу семьи. Вторая, так как мы большой объём работы, я всё-таки думаю, что, может быть, я немножко буду и на работе. И третий вопрос – может, соберусь и улечусь к внукам в Москву. То есть, пока ещё, откровенно сказать, я для себя не решила. Приятно этот праздник, конечно, проводить, если есть рядом любимый человек. Ты точно знаешь, что ты целый день можешь находиться рядом, слушать комплименты, пойти в театр, в кино. Улыбка действует сильнее сурового взгляда. Так женщина-руководитель Жанна Беловол видит принципы управления предприятием. Ведь зачастую именно в коллективе, где правит женщина, царят гармония и порядок. Мужчинам всегда сложнее, да, во всём сложнее. Я с предпочтением и уважением отношусь к ним. Что мне нравится в работе мужчин? Они более рискованные, они, будем говорить так, просчитывают на несколько шагов вперёд. Они могут договориться не только в рабочих условиях, но ещё и за рюмкой чая, то есть у них это всё проще получается. У женщины в чём трудности? Мы это всё так не можем делать, ну, по крайней мере, я себе говорю, да. Но, с другой стороны, у меня очень много в моём рабочем процессе построено на человеческих отношениях, да. И я благодарна коллегам-мужчинам за то, что они возможность дают мне строить бизнес, и не всегда на отношениях деньги, товар, да, а как часто вот на человеческом отношении, на звонке, на понимании. «Предприятие имеет многочисленные медали и дипломы, заработанные на различных международных выставках и дегустационных конкурсах. Кроме того, Жанна Беловол – обладатель памятного знака «Босс года», победитель в номинации «Производственная сфера». Сегодня Заословпром, словно крепкое судно, уверенно держится на волнах винодельческого рынка и строит грандиозные планы на будущее». Праздничный день 8 марта на трудовом посту проведёт и ещё одна женщина – старший врач отделения медицинской скорой помощи Елена Муковозова. Трудовой непрерывный стаж этой хрупкой на вид женщины более 20 лет. Железные нервы, терпение, выдержка, спокойствие и умение контролировать ситуацию даже в экстремальных условиях – пожалуй, это не весь список, которым должен обладать хороший врач. «Это тот врач, который оказывается, ну скажем так, у постели больного, на улице у пострадавшего, то есть он оказывает помощь ту, которую экстренную и неотложную». Когда удаётся помочь пациенту, если тяжёлый больной идёт на поправку, когда видишь радость, надежда и улыбку в потухшем было взоре человека – всё это приносит большое удовлетворение и чувство радости, призналась Елена. Это для неё большой подарок, особенно в международный женский день. «Хочу, чтобы было солнечно, тепло, что-то уже начало цвести, как бы я планировала провести, ну и поменьше больных». Елена Муковозова посвятила всю свою жизнь благороднейшему делу – быть рядом с людьми, которые нуждаются в неотложной помощи. Врач скорой помощи признаётся – это дело стало смыслом всей её жизни. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова